Нас могут убить, 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 я теперь точно знаю, нас могут убить. Он идет? А он стоит, он стоит. Он ползает? Он ползает! Привет, все мои дорогие друзья. Сегодня с вами снова я, Владимир. И я еще раз напоминаю, что мы собираем денежные средства на разработку приложения, поэтому активно, на регулярной основе будем устраивать стримы, летсплеи, выкладывать свои записи игр, потому что просто так нам деньги давать не надо, мы хотим их вот таким вот образом отработать. И будем каждый месяц устраивать, получается, стримы, где я буду стараться собрать всю нашу команду, то есть специалистов разных областей, чтобы мы могли всегда в режиме реального времени отвечать на ваши вопросы по тем или иным проблемам. То есть если вдруг мы вам в группе не ответили, либо ваш комментарий каким-то образом потерялся среди кучи других и вот остался без нашего внимания. Итак, сегодня поиграем в игрушку, я даже не знаю, как она называется, мне просто подписчик скинул ее ссылкой и сказал, что вот тебе понравился «Ментальный госпиталь», пятая часть. Да, в одном из подкастов я сказал, что «Mental Hospital 5» — это игра на телефон, которая круче, чем второй «Outlast». То есть что я от той игры испугался больше, чем вот, получается, от этого непонятного проекта «Outlast 2». То есть мне как бы не зашло. И он сказал, попробуй поиграть в эту игрушку, тоже очень классная. И параллельно хочу рассказать, что я записывал видеоролик о том, как через UBS Studio с Android смартфона стримить видео, получается, на Twitch и YouTube Gaming. Вот. Но тогда мы использовали внешнюю звуковую карту, дополнительные кабеля, чтобы речь автора, то есть вот летсплеера и, соответственно, звуковая дорожка игры параллельно настраивались, то есть раздельные были громкости, и они раздельно писались в видеофайл. Вот. Сейчас я сделал то же самое на Android смартфоне. Единственное, что я не знаю, насколько хорошо я выставил громкость игры, но прикол в том, что она пишется параллельно с моим внешним микрофоном Sennheiser, который я подключил, получается, к разъему Minijack. То есть здесь две звуковые дорожки и получается один видеофайл. Это реально будет интересный видеоролик, обязательно выложу на основном канале. Давайте пройдем в опции. Игра совершенно бесплатна. Как всегда, ссылочка на нее будет в описании под этим видеороликом. Есть несколько настройок графики. Низкие, средние, высокие, ультра. И выбор языка. Ну, естественно, по умолчанию русский, а вот какие настройки графики, я не знаю. Я их не менял, потому что по умолчанию вот графика такая, что мы сейчас с вами видим, и я не стал ее менять, потому что записывается все прекрасно, без каких-либо падений FPS. И я подумал, пускай будет такая графика, как игра сама определила под настройки моего железа. Хотя я вижу, что здесь текстурки. Видимо, настройки графики упираются в детали, потому что вот текстурки топ-сикрет, да, совершенно секретно. Значок Советского Союза, серп и молот, здесь, получается, как-то выглядит размыто. Итак, давайте пройдем в расследование. Я, на самом деле, поиграл минут пять, только проверил, насколько все будет идти плавно, и как это потом будет смотреться на компьютере. А смотрится так, как будто бы я играю в индишатину на ПК. То есть, ну, графика у игры очень достойная. И, получается, здесь есть два акта. Начало прибытия и исток. То есть, время истинное, он закрыт. Давайте начнем сначала. В игре нету внутриигровых покупок, так что я предполагаю, что второй акт откроется после прохождения первого. Заметки Кириллова. Особо секретный объект советских времен под кодовым названием А2481, где, по вашим данным, с начала 1977 года проводились секретные эксперименты по воздействию на разум человека с целью дальнейшего контроля разума людей по всей стране. Бункер был опечатан 26 марта 1978 года по приказу Верховного Главнокомандующего СССР. Все детали эксперимента были засекречены, а бункер был опечатан. Но эксперименты в этом направлении, по всей видимости, не прекратились. Я должен узнать, что там произошло. Артем подкинул мне, получается, из секретного архива координаты бункера. Завтра выдвигаюсь туда для журналистского расследования. Приблизительно такое же начало было в Mental Hospital 5. Единственное, что Mental Hospital я покупал, но покупал по скидке. Получается, тогда была неделя скидок на игры, и он прям в топчике был продаж. Я подумал, ладно, куплю и не пожалел. Итак, найти запись об эксперименте. 21.30, половина десятого. Ну, смотрите, какая графика. Графика реально меня очень радует. То есть, управление слева появляется виртуальный джойстик. Значит, обзор у нас не появляется. Курсор, но вот в центре у нас есть, получается, некое подобие прицела, да, ориентируя нашего взгляда. И, значит, можно бегать. Причем, просто зажимаем и смотрим по сторонам. Это мне уже дает предположение о том, что, возможно, здесь придется убегать от каких-либо мутантов и монстров. Мы пока до них не дошли. Значит, вот это что за кнопочка? Я вот сейчас ее заметил, только в первый раз не видел. Ничего не делает. Это можно присесть. А, присесть надо удерживать и прыгнуть. И какая-то маленькая кнопка. Видимо, это действие. Есть также фонарик. Ну, прикольно сделали, что мобильный телефон, потому что я смотрел на сайте 3D News, что какие-то ученые, по-моему, в Великобритании провели исследование. Но я так думаю, это путем опроса, проведения опроса, что очень многие люди действительно используют свой смартфон, когда пытаются ставить ключи в замочную скважину, как фонарик. То есть, ну, это имеет место быть. И обратите внимание, что качество графики, да, вот вообще сама картинка, стилистика, как будто бы мы смотрим на старый ламповый телевизор. То есть, когда мне родители купили Xbox 360, я не обладал тогда своим телевизором, мне бабушка дала свой старый телевизор, я, значит, через тюльпан играл, и вот такая приблизительно была картинка, да. Ага, это кнопка действия. И получается, можно тапать на иконку. И так, и так, действие, но нет у нас электричества. Ну, хорошо. Вот еще маленький момент, который мне самому интересен. А есть ли у героя стамина? Может ли он выдохнуться? Вот, я очень надеюсь, что звук не громкий, меня не перекрикивает, или наоборот, не тихий. То есть, потому что я рукой прикрываю динамик, давайте мы немножко сделаем погромче. Вот с семерочки сделаем на девяточку, чтобы наверняка. Нет, эти лазеры нас не убивают. А тут вообще можно ли умереть? Ну-ка, есть ли здесь сохранение? Так, автовыравнивая камеры, показывать подсказки. Ладно, подсказки нам пригодятся. Так, закрываем. Сохранения нету, значит, скорее всего, и умереть нельзя. Или здесь будут какие-нибудь чекпоинты. Тоже вон, вижу, сеточка мигает. Да, времена, конечно, классные. То есть, не прошло еще удивления, вот, когда я играл в Кнэйцу в The Old Republic, либо GTA San Andreas на планшете, на iPad, как вот, в принципе, уже и Deus Ex The Fall почти... Поп-поп-поп-поп-поп. Герои, короче, глюки. И прикольно, что фильтр наложился. Хотя, ладно, не буду графодрочером, давайте просто реально поиграем. Но прикольно, что надпись, она получает какой-то призрак. По силуэту вроде женщина, потому что... А вон она смотрит на нас. Потому что по силуэту я у нее грудь увидел. Она на нас смотрит или просто куда-то смотрит? Вот, все очень гладко, все очень красиво. То есть, прям, люблю такие игры. И совершенно бесплатно. То есть, автор, видимо, делал все это за идею. Так, так, я надеюсь, вы слышите. Просто как будто бы консервная банка по лестнице падает. То есть, что-то, что-то шумит. И все озвучено, то есть... Ооо! Прикольно, как в Alien Isolations. То есть, просто, получается, клапан с воздухом. Только я не понял, что именно здесь выдувалось. Труба, что ли, или... И здесь звук. То есть, вот я подхожу, и станок как будто бы работает. Хотя это, может, и не станок. Что это? Кто знает, это какие-то электрощитки, но очень шумные. То есть... А, что-то красненькое на полу. А, просто текстура. Так. Что тут? Ну, хорошо. Будем считать, что это просто помещение, да. Лишний зачет автора игры, потому что, ну... Помещение, да, казалось бы, ненужное. Да, ничего там нету важного, но уже расширяет, скажем так, вот, игровую локацию, что... Что, в принципе, неплохо. Так, а не отсюда ли она... О, вон она идет. Видите ее? Идет, идет, идет. И... Сейчас мы проверим. И... Ну, давай. Ты же только что проходила мимо. Я же вот... Так. Может, для этого здесь это помещение? Нет, нету ее. Ладно. Нету и бог с ней. Просто почему-то, ну, я вот думал, что... Возможно, она здесь будет. Так, сейчас я еще раз хочу убедиться, что вот эта кнопка – это действие. Да, эта кнопка действия. Совершенно секретно. Старшему научному сотруднику объекта 2481 Астахову СИ. От, получается... А вот тут не могу понять, очень сильно размыто. Ольгина ДВ. Приказываю в кратчайшие сроки разработать методику психического воздействия на человека с целью дальнейшего управления сознанием граждан страны R. Ну, граждан страны R – это, видимо, страны ССС. Ну, наверное, да. Для достижения данной цели разрешаем провести все методы и действия в отношении персонала и военных на объекте. Информация о ходе продвижения работы докладывать каждые 24 часа в Центр. Так, я вот думаю, все-таки, наверное, принудительно улучшить графику. Ничего же у нас не прервется. Сколько мы вообще пишем по времени? Сейчас посмотрим. А мы пишем пока... А здесь они пишутся. Сколько мы пишем? Блин, это, видимо, я отключил. Потому что раньше эта программа показывала еще счетчик времени. Что было и удобным. Ну, может, это вот этот документ такой не очень качественный. Давайте еще посмотрим. Потому что, ну, вот, мне прям приходится напрягать зрение. Это в стартовом меню так сильно не бросалось в глаза. Здесь прям некомфортно. Старший научный сотрудник Астахов, 4-8-1977 год. Продолжаем проводить опыты над пациентами. Первые пробы не дали положительных результатов. Подопытные люди не проявляли агрессии к своим сожителям. Они все так же мило общались. Тут, получается, буква ее просто не проставляется. Все так же мило общались, рассказывая душевные истории о своем прошлом. С 21.00 начинаем усиливать дозу препарата. Это день седьмой. Вон, в левом нижнем уголке день седьмой. И главный герой автоматом, получается, центрует камеру. Да, это было в настройках. Так, автовыравнивая. Ну, пускай будет. Потому что, да, действительно, чтобы не было неудобств. Так, старший научный сотрудник, получается, также Астахов. В день 12.00 первая группа подопытных пациентов стала вести себя более раздражительно. Настроение резко переменчивое. От агрессии до меланхолии. Вторая группа, которой доза препарата не увеличивалась, ведет себя все так же пассивно. Через 17 часов приступим к обработке подопытных ультразвуковыми волнами. А посредством телевизора, установленного в холле на нулевом этаже. На нулевом этаже. Посредством телевизора. Значит, зомбо-ящик, он все-таки не просто зомбо-ящик. Можем ли мы открывать тумбочки, шкафчики? Нет, не можем. Ну, ладно. Блин, я понимаю, что графика звезд с неба не хватает, но вы просто поймите, что первый Half-Life, в который я еще играл, тогда, когда он вышел, и тогда это казалось просто нереальной графикой. Я очень завидую тем людям, которые застали Doom в момент выхода игры Doom. И вот, смотрите, ну вот, графика лучше, чем в игре на компьютер. Пускай даже такой старый, но, блин, не за горами то время, когда мы будем смартфоны использовать вместо компьютера. Нажмите на вилку, чтобы поднять ее, затем нажмите на пустую ячейку, чтобы переподключить ее, настроить электроцепь так, чтобы провода не пересекались между собой. Что-то похожее было в BioShock. Так, отсоединил. Так, подключил. А, подожди, все, я понял. Они, так, они перепутаны, это надо не сюда. Так, попыток. А, тут еще и попытки есть? Погоди, нам не нужны попытки. Если, ладно. Тогда давай так, хорошо, попытки. Могу я трогать? Я могу любые трогать, хорошо. Так, давайте отмена. И сейчас я буду нормально уже думать. Получается, почему они так соединены? А, все, вот, этот сюда. Этот сюда. Получается, должны быть заполнены вот эти вот красные ячейки. Тогда это сюда. А, ну вот, и отсюда. Так, и... О, шум. Так, все. Гимон, по-моему, наиграет. Нет? Све... Да. Я надеюсь, вы слышите. Да, прикольно. Так, ну все, мы включили, получается, электричество. О, блин, прикольно, атмосферненько. Прямо атмосферненько. Союз вековой. Так, будет она на нас смотреть? Нет, не будет. И все. Заглохла, но главное, работа. Получается, они так каждый новый день встречали. Как в бункере, прям в фоллауте каком-то, да? Слава, получается, как там, надзирателю или смотрителю, смотря кто в какой перевод играл. О. А, нет, вниз не хочу. Всегда, когда идешь вниз, случается все плохое. А здесь закрыто. А выход, он... Ой. А что, это помещение было? Да, мы отсюда зашли. Я его как-то прозевал, этот коридор. Да, это просто коридор. Так, пойдемте посмотрим, короче. Там было у нас написано, что нет электричества. Просто не хочу идти в подвал. Все плохие вещи случаются либо в подвале, либо в заброшенных зданиях. Хотя мы сейчас непосредственно в заброшенном здании. У нас есть электричество. Вот он говорил, нет электричества. И теперь... Как нет энергии? Мы же только что подали энергию. Странно. Может, на эту дверь получается... Хорошо. Ну, значит, придется идти в подвал. То есть тут, видимо, линейно все, но ничего страшного. Да, мне сейчас после второго аутласта, после того разочарования, все кажется просто маны небесные. Вот, заявил, WZN2 еще вышел. Блин, как я хочу поиграть, но еще не купил. То есть пока нет возможности. Да и компьютер в сервисном центре. Просто ток. Просто проводка шипит. Проводка получается. Да, вот кабеля. Хорошо, что вот наша девушка идет. Это получается... Ой. О-хо, прикольно. Скрипучая, скрипучая. О. Интересно, а можно использовать такие постеры? Хорошо. Так, ну, это же Высоцкий. То есть, в принципе... Ну, это инди-проект. Так что, наверное, ничего страшного. Так, давайте все дверки посмотрим. Уф. Да, это струп, это струп, это как бы ладно. То, что струп, нормально. Вот, 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 вот. Просто громко, видимо. Потому что резко. Громко и резко. О, смотрите. Кто-то что-то нарисовал. Тут получается, что летчик, моряк. Или как получается, космонавт. Наверное, летчик, моряк, пехота. Здесь, видимо, были... О, радио заработало. Нет? Как будто кто-то по микрофону хочет связаться. Здесь, видимо, военные как раз такие жили. Вот над военными опыты и проводили. Так. Документ. Ну-ка. Результат, получается, превзошел... Чего? Многие ожидания. Это просто потрясающе. Мы смогли вступить, внушить первой группе людей, что их лучшие друзья стали врагами. Ссоры и скандалы нарастают. А точки соприкосновения их интересов полностью потеряны. Мы смогли осуществить прорыв в области управления разумом человечества с помощью обычного телевизора или радиоприемника. Это уже на 21 день. Третья неделя. Да. Зомбо-ящик. Я, кстати, телевизор... Вот, честно скажу, телевизор... Ой. Ты что хочешь от меня? Она может убить нас вообще? Ну, это же девушка, да? Вот я вижу грудь, волосы, получается. А, надо было ее фонариком попробовать напругать. Может, она мобильник боится или, может, что-нибудь она нам сказала? Так, сейф, что тут? Итак, перемещайте стетоскоп пальцем по левой части экрана, поворачивая диск. Так, нифига проводите пальцем влево или вправо правой части экрана, пока не услышите щелчок, затем поверните в другую сторону, пока не услышите другой щелчок. И так далее, пока сейф не будет открыт. Нифига себе! Как? Как это? Сейчас. Как они, однако, прикольно сделали. Так, опа! Так, щелчок вроде. Так, в другую сторону пойдем. Или как? Сейчас. А, вот, я понял. Что-то я не могу врубиться. Получается, перемещайте, поворачивайте диск. А, или как? Я вначале выбираю место? Или как? Сейчас. Ну, ничего не слышно. А, все, вначале выбираю, куда поставить стетоскоп. Так. Ничего не слышно. Ничего не слышно. О, слышно. Так. Щелчок. Теперь крутим в другую сторону. Блин, прикольно. Вы слышите? Сейчас я поднесу камеру. Щелчок и в другую сторону. Ништяк. Ништяк прикольно. Вообще необычно сделали. Так, что там? Опять какая-то схема. Нажмите. Ну, это было у нас так. Только тут по-другому получается. Ну, тут все вообще вроде просто. Это сюда, это сюда, сюда и сюда. Здесь просто прям очень удобно, что по краям это все. И что мы, собственно, это взяли? Это шкатулка, да? Она шкатулка. И что, она берется? Ну, вот. Мы вот эту шкатулку, получается, собрали, а что-нибудь у нас есть, задания какие-то закрыть. Не могу понять. Теперь она не берется. То есть мы ее не взять, не можем ни действия сделать. Может, это пульт какой-то? Уже без разницы, честно. Вот этот звук уже не пугает. Это как в том же самом Alien Isolation, когда уже постоянно ты знал, что вот чужой вопит, чужой скрипит. Ты уже как-то под конец игры его шибко не боялся. Вот здесь этот звук очень быстро приелся. Выход. Нет, мы, короче, эти какие-то, видимо, это какие-то пульты, которые отключают вот эту вот электронную защиту, или вот эти вот барьеры. Так. Убранство, конечно... Ой. Что это? Вы слышите? Вы слышали? Как вонзи, как будто бы кто-то пытался дверь выломать, как монстр, короче. Или свинья какая-то. Так, что, компьютер? А, компьютером пользоваться нельзя, получается. Хорошо. Значит, что здесь у нас? Все попытки уговорить центр, чтобы прекратить испытания, закончились безуспешно. Мне стали угрожать. Но я не могу. Я просто не могу допустить, чтобы документы попали в их руки. То, что здесь произошло спустя 37 дней, после начала эксперимента, это было безумие. Хотя нет, это, скорее всего, было похоже на ад. В бункере почти все мертвы. А те, кто остались живыми, хотя это трудно назвать живым с точки зрения обычного человека, скорее всего, это нечто, породившее себя. Породившее себя. Я спрятал все документы в сейфе, в складских помещениях бункера, опечатав все двери. Вот, господа, просто простите меня, я иду к тебе. Не понял, прости. Господи, прости меня. 40, 80, 20, 90. Вот, у нас код появился. Так, сделать снимок, что ли, чтобы не забыть. Да, не забуду. А, он и не исчезает. А сейф-то где? Или это, имеется в виду, пароль от кам... Нифига, так, сейф в складских помещениях. Мы были в складских помещениях? Я сейчас не врубился немножко. Мы в складских помещениях были. Так, может, мы опять открыли... А, мы вроде как электричество включили. Может, это код от этой круглой двери? Сейчас посмотрим. Так, 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 так. Мне просто немножко микрофон мешает. Да. Ой-ой-ой. Так. Так, очень... Так, ну, хорошо. Мы будем делать это постепенно. Это сюда. Тогда это сюда. Это сюда. Это сюда. Ага, тут немножко надо... Тогда этот. Сейчас, этот. Так, сюда. Почему этот не берется, я понять не могу. А, берется просто так хорошо. Этот. А, осталось три попытки. Ну, вот как раз сейчас, давай, этот сюда. И на последней попытке сейчас, получается, соберется пазл. Ах, ты ж тупанул. Да, да-да-да, тупанул. Отмена, короче. Повторно давай. Так. Сюда. Да. Просто я пустые ячейки зачем-то заполнил. Нам нужно заполнять исключительно те, которые подсвечиваются, получается. Тогда сюда. Этот сюда. Вот сейчас все будет четко. Этот надо сюда поставить. Этот сюда. И последний. Вот. Вот такая вот получается схемочка. Все. Нормально. Опа. Да. И мы входим в убежище номер 101. Fallout по-русски. Так. Так, а что мы не можем идти? А, кнопочка прыжок. Автор молодец. Эй. Как мы так не договаривались. Так. Ну и что, ты меня убьешь, если я в упор пойду? Ой. Убил что ли? Не понял. Выстрел был? А, исток. Она такая короткая. Ну нафиг. Уже вторая глава. Блин. Ну я понимаю, почему она бесплатная. Почему? Я в ментальный госпиталь играл, наверное, часа два с половиной. Там при цене, по-моему, в 35 рублей еще. Я дико извиняюсь. Я, как всегда, с кофем. Вы знаете, я по-другому не могу играть. Найти журнал Астахова. Выбраться из бункера. Пароль 4080. Так, хорошо. Сейчас я подставлю просто подставочку под чашку с кофем. И продолжим. Ну, ладно. Мне интересно, чем это все тут обернется. Вот. Я вас самое главное предупредил. Может, даже за 45 минут мы управимся. То есть, я думаю, она вообще короткая. Я вас предупредил, что ее можно скачать в Google. В Google Play совершенно бесплатно. Умереть мы здесь не можем, короче. Не можем. Я вот так понимаю это. То есть, потому что нас просто как... Ой. Вы видели? Что это было за фигня? В меня швырнули. Ой. Не понял. Или не швырнули. Ну. Или это было... А, это стена. Это просто так. Хорошо. Хорошо. Меня просто кинули ни за что ни про что фанерой. То ли чем-то еще. О. Что там за плакат? Я такой даже не видел. Так. Тут ничего нету. О. Слышите? Кто-то... Как будто бы мячиком... Просто мячик под... Бьет об стеночку, и он отскакивает. Ну нафиг. Вы видите? Это же глаза, да? Это два глаза. Это... Вон, там два глаза, потому что... Или это лампочка. Вот, вот, вот. Я показываю курсором, получается, прицелом, точкой. Я вижу два глаза. И что вот у главного героя глюки? Ну-ка. Сюда можно прыгнуть, пролезть? А, можно пролезть же. Точно. И да, мы можем... Мы умеем пролазить? Или мы застряли? Нет, только не застревай. Нет, мы не застряли. Так, сколько пыли. Прикольно, что он деталям столько внимания уделил. Так. Едины. Или что? Вместе с нами. Так. Так. Так, сенс здесь поменять не... А, вот, мы идем. Ну, тут тоже коридор большой. Мне просто интересно, глаза там были или не глаза. Ну, ладно. Ну, мне просто хочется посмотреть. Это мое реально воображение так разыгралось? Ну, или это реально глаза? То есть, давайте сейчас, короче, я бояться не буду. Я узнаю, что вот я вижу глаза. То есть, меня скример не напугает. Вот мы идем. Вот глаза. И нет глаз. Ладно. Ну, это были глаза, короче. Не просто так они исчезли. Я не сумасшедший. Это значит, был какой-то... Какой-то... Ну, это уже вроде не женщина. Потому что женщина, насколько я понял, у нее... Глаз не было. То есть, у нее просто было как бы... Пустой, получается... Пустое овальное лицо. Так, еще одна вент-камера. Только на этот раз она на нас не см... Так, ладно. Со звуком хорошо работают они. Интересно, я не знаю, эта команда делала один человек, но... Хорошо. Шутка. Это как... Ох ты ж, блядь! Нас могут убить. 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 Я теперь точно знаю, нас могут убить. нас могут убить 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 я теперь точно знаю нас могут убить он идет он стоит он стоит он он ползает он сможет пролезть. Он сможет пролезть, он сможет пролезть, и мы должны валить нафиг отсюда. Ползи, ползи, ползи. Да, 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 надо прятаться, прятаться, прятаться. Итак, на самом деле все нормально, просто программа захвата видео имеет ограничения на объем файла. Это полтора гигабайта, после чего, получается, процесс поставился на паузу и стал записываться второй файл. И в этот момент, пока была пауза, я полез в Google Play посмотреть оценки данной игрушки, и оказалось, что она раньше продавалась за деньги, и сейчас распространяется совершенно бесплатно, даже без рекламы. И люди в комментариях пишут, что игра замечательная, и я подумал, зачем я своим прохождением буду портить вам впечатление от игры. Все сходятся во мнении, что она страшная, интригующая, захватывающая. И в принципе, почему бы вам вторую половину игры, вторую часть не пройти самим? То есть не испытать страх, удовольствие, испуг и удивление. Спасибо, что были вместе с нами, спасибо, что смотрели. С вами же был Владимир. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте палец вверх, пишите комментарии, это очень важно. И поддержите нас в нашем проекте, в нашей попытке создать классное приложение на Android. Всем пока!